Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художника и ознакомиться с их автобиографией. Рэндольф Шваб. Британский рисовальщик, живописец и афортист, который был профессором изобразительного искусства Слейда в Университетском колледже Лондона с 1930 года до своей смерти. Служил военным художником в обеих мировых войнах, создавал эскизы для театральных постановок и иллюстрировал ряд книг. Я пользуюсь переводной википедии. Родился в Элксе, Большой Манчестер, 9 мая 1885 года. Получил образование в частной школе и с раннего возраста проявил талант к рисованию. В 1899 году в возрасте 14 лет был зачислен в Королевский колледж искусств. Через несколько месяцев перевелся в школу изящных искусств Слейда. В 1904 году Шваба получил стипендию Слейда, а в 1905 приз на летних соревнованиях колледжа. В 1906 году стипендия Слейда позволила ему учиться в Академии Жулиана в Париже, прежде чем отправиться в Италию в 1908 году. Работая в Риме и Флоренции, он приобрел глубокие знания о итальянском искусстве и архитектуре. Работы Шваби были показаны в новом английском художественном клубе в 1909 году, членом которого он стал в 1917 и став членом лондонской группы в 1915 году. В апреле 1913 Шваби женился на Гюндолен Джонс. Во время Первой мировой войны служил официальным военным художником, поскольку слабое здоровье помешало ему поступить на военную службу. И в основном он создавал картины и рисунки, посвященные работе, выполняемой женской сухопутной армией. После войны он начал преподавать в Камберлурской школе искусств и Вестминстерской школе искусств. В 1930-м он сменил Генри Тонкса на посту профессора изобразительного искусства Слейда в Университетском колледже и директора школы изобразительных искусств Слейда. Работы Шваба широко выставлялись, а также он создал эскизы для театральных установок и проиллюстрировал ряд книг. Помимо иллюстрации нескольких книг, Шваба также разработал набор деревянных фигурок в мотиву танцоров из труппы Сергея Дягилева «Русские балеты». В 1941-м вошел в состав консультативного комитета художников войны. В 1938-м был избран ассоциированным членом общества художников-акварелистов. В 1942-м был избран членом Королевского общества художников-акварелистов. Хотя он и оставался директором Слейда, по состоянию здоровья он переехал в Херенсбург и умер там в сентябре 1948 года в возрасте 63 лет. Вот так вкратце из переводной википедии о британском рисовальщике, живописце, афортисте, который был профессором изобразительных искусств Слейда в Университетском колледже Лондона Рэндольс Швабе. Пока-пока, до свидания.